Добрый день дорогие друзья, с вами команда Infineia, всем привет, здесь с вами Алексей, наш вышестоящий спонсор Саймон, который нам со страшной силой помогает в плане информации и поддержки, и наш партнер Иван из Германии, продвинутый пользователь Amazon, eBay, и у нас сегодня очень интересная встреча, и Саймон, so I have introduced you and Ivan, so let's start from you, ok, my friend? Саймон говорит, всем привет, рад видеть вас, ребята, Россией, не только. Он говорит, что он слышал столько всего хорошего о России, что прям не терпится ему самому приехать и даже подумывает о том, чтобы переехать и жить, значит, в России. Да, и он прям чувствует, что понял, что я сказал, и ему это нравится. Да, да, Саймон, я это перевел. И Саймон говорит о том, что мы здесь, то, чем мы здесь занимаемся, это настоящий бизнес, реальный, настоящий, практический бизнес. И Саймон говорит, это то, о чем вы можете с уверенностью и гордостью говорить другим людям, потому что мы работаем в индустрии, это самый большой рынок, это электронная коммерция. То есть вы говорите людям о том, чем вы занимаетесь, электронная коммерция. И Саймон говорит о том, что мы с вами работаем на торговых площадках Amazon, eBay, Google, Shopify, Bonanza. То есть и здесь, на самом деле, ребят, мы только начинаем. Но большинство людей не знают, как получить пирогу, это миллиарды продажей. Как вы получаете? Мы знаем, как в Инфин.Аи. На самом деле, это миллиардные компании, и многие люди даже не знают, как прикоснуться к этому пирогу, и как начать зарабатывать деньги, участвуя в этом виде деятельности, к чему подступиться, с чего начать. И у нас есть ответ, как это сделать пошагово, и каждый из нас с вами сможем в этом поучаствовать. И вот я люблю больше о том, что мы научимся в этом году. Мы научимся в жизни, что мы можем научиться к нашим ребенкам. И не важно, что происходит в мути-левом маркетинге, не важно, что происходит. И самое важное, что здесь вы приобретаете профессиональные навыки, как работать в электронной коммерции, и даже не важно, что произойдет составляющая сетевого бизнеса, здесь вы получите такие знания, которые вы можете передать своим детям. И вообще, независимо ни от чего, начинать просто использовать и зарабатывать деньги. И он говорит о том, что важным моментом является вот что. Ребята, вы поймите, вы здесь получите знания и профессиональные навыки, которые вы сможете применять с компанией, без компании, еще где-то. Не важно, что будет происходить с бизнесами, вы будете участниками огромной электронной коммерции с компаниями, которые имеют миллиардные бренды. То есть у вас будут эти знания, вы сможете применять эти знания и обеспечить себя доходом по-любому. То есть, Саймин говорит о том, что многие компании начали работать без компании. Все составляющие MLM бизнеса, там были реальные продажи, реальные люди, люди заработали миллионы долларов, и не было составляющей сетевого бизнеса. И теперь представьте, то есть они уже были успешны, теперь они, компания Infineye сделала сетевую составляющую бизнеса. То есть нам теперь осталось освоить то, как работают эти инструменты, как работают эти продукты, эта технология, и применить еще, добавить сюда знания, которые у нас есть по построению сетевого бизнеса. Мы вообще будем, ребята, неостановимы, зарабатывать совершенно колоссальные деньги. Вот. Great. Another important thing is, you know, who is the legal behind this company? And we have a very strong lawyer, maybe you know him, Kevin Thompson. Саймин говорит о том, что есть очень известный юрист, его зовут Кевин Томпсон, вы можете прогуглить. Это на самом деле человек, который известен очень в MLM индустрии. Этот человек никогда не присоединялся к никакому бизнесу и не становился частью именно команды в плане поддержки как юридической основы. И Infinii – это единственный первый бизнес, в который он вошел и уже здесь работает внутри как часть команды. То есть как не внешний какой-то консультант, а как человек, который полностью вовлечен в бизнес-процессы компании Infinii. Кевин Томпсон. Кевин Томпсон – это очень важно, мои друзья, в России. Кевин Томпсон – это очень важно, которые могут привести продукты в Инфinii и продавать продукты. Как если вы найдете продукты в России, это хорошие продажи. Может быть, я не знаю, очень высокий качество водка, например, для того, чтобы вы найдете продукты в Инфиниi. Но, может быть, я думаю, что это может быть хорошим. Вы знаете, что в России может идти в мир. Вы можете привести продукты в Инфиниi платформе, и вы получаете деньги, когда один из этих продуктов вы продаете. Вы понимаете, что это называется «Вендор Аффилиат Программа». И Саймон говорит о том, что у нас будет совершенно чумовая одна из дополнительных платформ, которая называется «Вендор» или «Поставщик». То есть вы сможете, например, найти в России, вы знаете, какие продукты, такие товары пользуются спросом, например, в России, у какого поставщика. Например, какая-то крутая, непаленая, нормальная водка. Вы знаете, что люди будут пользоваться спросом этой, и вы можете притащить этого поставщика на платформу Инфиниi. И каждый раз, когда продажи будут происходить, когда вот этот продукт будет покупаться через Инфинии у этого поставщика, вы будете получать свою комиссию. То есть представьте, все партнеры Инфинии продают этот продукт, вам кусочек всегда заходит. Это совершенно сумасшедшее распределение денег. И он говорит о том, что это не только, естественно, водка, это миллионы разных товаров, это могут быть и линии одежды, еще что-то, еще что-то. И там есть определенная схема, по которой люди в структуре получают 2%. То есть как там механика начисления, я пока не знаю, это будем разбираться на месте, когда это будет все работать. Окей, Саймон, это очень интересно. Вы хотите добавить еще что-то? Не знаю, что это можно больше. Нет, 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 нет. One more thing, the phone app, the phone app where you can load up products on the phone app is where you can go to a local merchant, the local merchant, it doesn't matter if it's a coffee shop, a dry cleaner, a lawyer, an accountant office, whatever. They can join the Infinii platform То есть он также говорит, что еще будет приложение для мобильных телефонов, для смартфонов. Например, вы даете ссылку какому-то там, например, какой-то компании, какому-то там юридической компании, или еще там кафе, какой-то ресторан. Они подключаются к платформе Infinii, люди начинают пользоваться их услугами, и вы получаете 2% в свой волю для начисления комиссии. То есть это что-то тоже невероятное. Я закончил еще один вопрос. The last thing. This company is very strong. They have a lot of money behind them now. They have a lot. All of these guys are millionaires. The CEO is Hitesh. We've got Kevin Hokeyana in Japan. And all of these guys are millionaires from the system they built. And so we started from a very strong level and just got to go up from here. And Simon говорит, что все руководители компании Infinii, это все миллионеры, это все состоятельные люди, это и Hitesh, и Kevin, то есть они все, то есть мы как компания, то есть мы как партнеры присоединились к группе людей, которые заработали деньги на вот этой платформе, помогая другим людям. То есть у нас теперь мы, имея вот эту поддержку и возможности, уже базу, мы можем двигаться только вперед, только вверх. То есть у нас совершенно надежная компания, в которой мы можем с вами работать и процветать. Yeah, it's awesome. It's awesome, Simon. Awesome, awesome, my friend. And I was just going to say the last thing is two and a half years, they've never missed a paycheck. They've never missed a payment to anybody who's made money. That's very good. И за два с половиной года не было случаев, чтобы компания кому-то не заплатила недельные деньги. То есть ни разу не было такого, чтобы люди не получили свои комиссии. Это очень важно. Yeah, Simon, this is like a good news, my friend. This is very like making me feel great, you know. It's great, it's great, it's great. We have really found the best one. И Simon говорит о том, что на самом деле, ребят, нам повезло, мы нашли очень крутой, надёжный бизнес, в котором можно долго работать и процветать. Awesome. Okay, Simon, so thank you so much. Let me introduce Ivan. And Ivan will tell people about some examples, how it works, you know, so we want to teach a little bit our community, our team. And I will not keep you long. I know you're extremely busy. So I will get in touch with you a bit later. Okay, my friend. Thank you very much, Simon. Take care, eh? I love Russia. I can't wait to see you guys. Thank you, Simon. We love you too. Thank you. Thank you. Bye-bye. Simon, у нас занят, он сейчас отключается. Мы сейчас плавно переходим к нашим практическим делам. Здесь у нас Иван. Вань, как мы с тобой сделаем? Мы с тобой сначала быстро пробежимся, вообще чем мы тут занимаемся. Или, например, или мы, например, или мы, например, сразу с места в карьер. Люди уже знают о чем. Как ты думаешь? Ну, я бы сразу с места в карьер. Всем привет. И для того, чтобы, скажем так, было понятно, чем мы вообще занимаемся, и чтобы было некое понимание того, как вообще этот проект будет работать и как будем мы двигаться в нем. Я в мае месяце 2015 года занялся изучением торговли на Амазоне с несколькими причинами, потому что начал изучать этот рынок коммерции, и мне это было очень интересно, потому что я видел на примере ряд моих знакомых, которые занимались именно D&D Domination, возможность торговли как на eBay, так и на Амазоне. Я прошел несколько курсов таких стандартных, чтобы понять, как все это функционирует, и понять, как вообще начать торговать. И на всем этом примере я понял несколько вещей, что этот рынок очень колоссальный, потому что объем рынка очень большой. Если взять, допустим, рынок Соединенных Штатов, допустим, ежемесячно уникальных посетителей, составляет больше 360 миллионов пользователей. То есть, если все эти люди ежедневно еще те или иные товары, то общий ежемесячный объем запроса товара составляет больше полутора миллиарда запросов именно поиска тех или иных товаров. То есть, начиная от любых мелочей, то, что ежедневно в быту необходимо для каждого человека, и заканчивая другими вещами, которые можно найти на Амазоне, на eBay. И мне вот стало несколько вот этих вариантов. То есть, какой из вариантов я начал изначально? Я изначально начал торговать собственным продуктом. То есть, я сделал анализ товара, анализ рынка, и выбрал продукт именно из Китая. Мне одна единица товара обошлась 1 доллар 40 центов, и это получается в конечном результате за 1 доллар 40 центов этот продукт оказался в Амазоне в Соединенных Штатах. То есть, это Амазон FBA. Когда я поставляю товар именно на Амазон, там получается продажа происходит автоматически, без моего какого-либо участия. То есть, клиент заходит, находит мой товар, заказывает, оплачивает, Амазон подтверждает платеж и начинает обрабатывать отправку продукта. То есть, упаковывает продукт, отправляет его в лагерь для того, чтобы загрузить уже транспортные компании и доставит клиенту по назначенному адресу, указанному в бэк-офисе каждого клиента. То есть, это вот полная автоматизация. Тогда единственное то, что от меня требуется, это как раз наличие товара в Амазоне и времени от времени пополнять этот мой, скажем так, магазин для того, чтобы был постоянно доступен лич товар. Меня заинтересовал второй вариант. Второй вариант очень обширный. То есть, это продажа товара, как дропшиппинг. То есть, это можно использовать любые поставщики, которые реализуют тотальный товар. Это начиная абсолютно тоже от мелких бытовых каких-то вещей, заканчивая там абсолютно, как говорится, без ограничения. Там кастрюли, столы, стулья, для отдыха, для путешествия. Абсолютно все входит в этом рынке, вот эти все товары. И непосредственно есть вот гиганты большие тоже в Соединенных Штатах. Магазины очень большие. Они практически в каждом городе и по нескольку таких магазинах. Это Walmart, Target, Overstock, Home Depot. Их десятки, сотни таких магазинов. Их можно перечислять бесконечно. У них, у каждого магазина более миллион товаров, единиц наименований. И непосредственно выборы очень колоссальны. То есть, осуществляя вот дропшиппинг, я вот сомневался, что есть такая возможность, что магазин, оно стоит там, допустим, 10-15 долларов. Я его могу продать там за 30, 40 или 50 долларов. То есть, мне казалось это, ну, реальным. То есть, я сам по себе, прежде чем выбрать тот или иной товар, я определялся обычно в поиске на нескольких ресурсов и всегда рискивал тот же товар, но за более низкую цену. Но оказалось, когда начал продавать вот именно подобные товары, то есть бытовые, простые, накрутка выходила от 40 до 50% как минимум на каждой единице. То есть, это практически, скажем так, к первой продаже, которые начались, я удивился, чему именно люди начинают покупать и так дорого, когда есть на том же Амазоне более конкурентная цена, более выгодная, но покупают за дороже практически в 2-3 раза. Оказывается, интересная вещь такая. То есть, больше 50% покупателей на Амазоне и eBay осуществляют покупки через мобильные устройства, то есть, через смартфоны, планшеты и так далее. Половина функционала на вот таких устройствах в Амазоне и eBay, он не виден. Непосредственно, когда человек осуществляет парковку, то он не всегда видит конкурента, то есть, более выгодную цену, и непосредственно человек, когда вот видит, что алина вещь стоит там 30-40-50 долларов, и по его мнению, она для него приемлема, и у него есть эти средства заплатить, он не думает, что где-то в другом месте есть за 10 или 15 долларов. И вот это на практике оказалось просто фантастическим. То есть, осуществляя каких-то 5 продаж в день, получается, чистые в среднем выходят 20-15 долларов чистые с каждой единицы. То есть, сам по себе, без каких-либо приглашений, я поставил себе пассивный доход с минус 100-150 долларов каждый день. На таком примере я ощутил, что это возможно. Здесь, если брать во внимание весь этот потенциал именно Амазона и Эбэя, тут очень много инструментов, очень много направлений для того, чтобы все это изучить, понять и начать применять на себе. Я вот до сих пор отошел от MLM и начал заниматься именно как раз вот таким направлением, то есть не зависеть от никого и сам по себе. И вот полгода прошло, как я начал торговать на Амазоне, вот попался, вот ребята, все, которые были знакомы, пригласили, вот, говорит, посмотри, это что-то подобное то, что ты занимаешься. Я когда посмотрел, и оказалось, это параллельно вот проекта DSD Mination, то есть инструмент усовершенствовали и непосредственно применили к MLM, потому что, допустим, я не буду сейчас пиарить тот инструмент, который я использую, это подобие тоже, как в DSD Domination. Я плачу каждый месяц за использование инструмента 450 долларов, но мне, допустим, за рекомендацию тех или иных партнеров, которые осуществляют эти продажи также на Амазоне, eBay, мне не платят. Я всегда задумывался вот на всем этом этапе, полгода торгуя на Амазоне, как бы применить это на практике, обучая людей и сделать это как вознаграждение. Вот ты обучил человек, он может сам пассивно зарабатывать себе там 50, 100 долларов, 150 долларов каждый день. И, допустим, за то, что человек обучил, его получают тоже ежемесячно какое-то вознаграждение за это обучение. То есть через как MLM. Вот данный продукт, получается, сама компания Infinii объединила это все в одно и осуществила. То есть на данный момент очень хороший подход, что мы начинаем со спрингборда, то есть это старт-возможность, ощутить и понять возможности, которые человек будет получать, как минимум там от 30, 40, 50 процентов на сумму, допустим, резервации той или иной единицы товара. И максимально я видел товары, которые дают маржу дохода сверху 100 процентов. То есть, допустим, если единица 10 долларов, вы получаете еще 10 долларов сверху на вашу десятку. То есть, грубо говоря, 10 вы заложили, 20 обратно вернулось. Это как минимум. То есть куча товара, куча возможностей. И здесь вот будет как раз возможность ощутить и понять вот это на том примере, который я сделал, а много шагов вперед. Сразу уже изучив все это в течение трех месяцев и начал вкладывать средства именно в инструменты. А здесь будет поэтапный такой момент обучения и перехода от одного инструмента к другому. Потому что здесь вариантов очень много. Каждый человек может построить именно бизнес, который будет независим от кого-либо. Пригласил ты кого-либо или не пригласил, ты будешь продавать на Амазоне и eBay и непосредственно зарабатывать свои средства. Ну, а здесь уже, конечно, следующий фактор – это через обучение партнеров начинайте получать все эти вознаграждения по нашему бизнес-плану, маркетинг, который у нас есть в Венфиняе. Ну, а все остальные инструменты, просто я вот, допустим, чтобы немного, наверное, понять все, как работает. Я могу, допустим, на собственном примере показать, как, допустим, ходить и товар, и понимать цена образования и, в принципе, как все это получается. Я попробую поделиться экраном. Скажете. Да, я скажу, если там видно не видно. Так. Так, видно экран? Да, видно экран. Сейчас. Так. Ну, на примере, допустим, я покажу несколько дней моих работы, потому что я выставляю товар как раз разных категорий, то есть у меня есть категории спорт, игрушки, то, что вот все для кухни, love garden – это как правильно перевести с английского на русский. Это все связано, скажем так, с садоводческой, вот такое. с тем все для домашних, скажем так, для ванны, для коврики и так далее. Абсолютно все связано с домохозяйством. Разные направления. Вот это, допустим, 9-10 продаж в день, чистые, каждая единица мне выходит в среднем где-то около 20 долларов. То есть в день выходит сам по себе, без каких-либо приглашений, именно изучив, как это работает, на этом примере, 150-200 долларов как минимум чистые. Я могу, допустим, показать сюда из дня в день, чтобы ребятам было понятно. Так, я обновлю аккаунт. Вот я могу показать в моем примере. То есть у меня сейчас в Амазоне 1470 продуктов, которые я лично не имею их в наличии. То есть они существуют в магазинах, которые я, допустим, выбрал, выставил у себя на Амазон аккаунте и непосредственно осуществляю продажи. А, соответственно, вот ежедневные то, что продажи, как говорится, осуществляются, допустим, за 5 число 8 заказов, 10 единиц продано на общую сумму 545 долларов и непосредственно средняя цена каждой единицы 68 долларов. Также можно показать следующий день, 6 число. За 6 число это был как раз как черная пятница, можно сказать. Вот за этот день у меня было продано 23 единицы на общую сумму 1700 долларов, но у меня здесь маржинальность дохода практически была около 40-50 процентов. То есть только за этот день я заработал почти 1000 долларов чистых. То есть если вы видите, каждая единица, себестоимость итоговой продажи составляла 77 долларов. Ну и так можно переходить изо дня в день. То есть это реальные продажи, которые я осуществил за этот месяц. Вот смотрите, 12-е седьмое, 12-е седьмое, то есть 11 продаж на 1000 долларов. В среднем тоже доход где-то по 20 долларов. Допустим, я могу вам показать по таблице, как это у меня все происходит. Допустим, я открою сразу продукт любой, без разницы для меня, где он из таблицы находится, чтобы показать вам непосредственно, чтобы понять, как это исчисляется в цифрах и как это все на деле происходит, все вот эти цифры. Так. Вот есть такой продукт, это такой прицеп для маленьких детей, то есть на велосипед цепляется посредняя цена 77, максимум 79 долларов. То есть есть разных разноцветов и у меня, допустим, вот здесь есть товар, который точь на Амазоне является именно мной 159.09. То есть цена его даже можем взять 79.97, посмотрим в таблице. Вот она 79.97. Еще один важный момент, то есть при покупке мы смотрим цену доставки, то есть шиппинг. Здесь, во-первых, надо выбрать какой товар и непосредственно после этого мы выбираем. Здесь есть разница момент, как раз при покупке товара до 50 долларов доставка около 5 долларов стоит. Если цена продукта стоит свыше 50, то мы платим, не платим за доставку, то есть бесплатно. И вот здесь у нас указывает, что стандартная доставка бесплатно. Получается, я покупаю за 79.97, даю за 159, но я средства не вкладываю наперед. Пока у меня, допустим, товар выставлен на Амазоне, и вот когда человек придет у меня, закажет, то есть оплотит 159.09, я вот тогда осуществляю покупку с Walmart и отправляю ему товар прямо на дом, то есть на адрес, указанный в бэк-офисе Амазона при заказе. и можем посмотреть на этой разнице, даже вот написать 159.09, какая маржа у меня дохода будет от этого продукта, 159.09, то есть и затрате доставкой тоже 0, это 87 долларов я затрачу. Здесь учитывает сразу 9% налога на продажу, это в Соединенных Штатах такие правила, и я выставляю минимальную или максимальную сумму, но товар продается за 159, то есть маржа дохода 40 долларов, то есть вот только на одной единице товара я могу заработать как минимум там 10, 15, 20, 30 долларов по таблице, как вы можете видеть, вот таким образом это все осуществляется, то есть это будет возможно также и через платформу Infinii, используя данные инструменты, потому что самый главный момент именно в торговле Амазона, самые первые большие ошибки, которые делали с DSD, Domination и ряд другими такими инструментами, это во-первых, как можно проследить при таком количестве товара, количество товара, представьте себе тот или иной товар закончился в Walmart или там в Target, то есть вы не можете знать автоматически, что тот или иной товар закончился, то есть нужна система, которая контролирует этот процесс. Вот как у меня, как видите, первый продукт активен, то есть в наличии 5 единиц. Соответственно, второй продукт показывает, что на данный момент нет в стоке, то есть не продается и в наличии 0, то есть это все делает инструмент, который сразу автоматически сигнализирует, как допустим с Walmart или с Overstock или там с Target с других ряд платформ, которые показывают в реальном времени, допустим, товар завершается в продаже, то здесь сразу высвечивается 0. Как появляется товар, то сразу отображается то количество максимально, которое существует в продаже. То есть вот как есть по данным примерам 12. И вот представьте себе, вот у меня 1470 продуктов и я могу вам показать, сколько у меня активных продуктов, то есть продуктов, которые сейчас на данный момент нет в стоке, то есть нет в продаже. То есть если бы это было вручную, с полторы тысячи 522 продукта сейчас нет в продаже. То есть как я могу следить за всем этим автоматически. То есть это избегать в будущем проблемы при реализации товара, потому что если на Walmart товара нет, то клиент приходит на Amazon и видит, что товар у вас висит, то есть он заказывает, вам проплачивает, но у вас неоткуда купить и отправить. То есть это потом начинается проблема в Amazon с возвратом средств и неудовлетворением клиента. То есть Amazon за это очень строго следит. Также все это есть и на eBay, тоже такой пример. И вторая как раз самая главная возможность это конкуренции цен. То есть второй инструмент, который используют, он именно дает мне возможность конкурировать с другими продавцами. Чтобы было проще объяснить, мы выберем любой продукт, допустим, возьмем этот продукт. Под каждым продуктом показывает, сколько продавцов конкурирует на этом продукте. То есть вот у нас есть такой продукт и здесь 20 продавцов. То есть если мы ее просто откроем, то мы увидим как раз данное наличие товара и здесь у нас, как говорится, для простого обывателя покупателя не видно, что здесь торгует 20 продавцов. А на самом деле нажимая на вот эти синенькие 20 написанных человек, то есть 20 продавцов мы видим по каким ценам сколько продается тот или иной товар. То есть минимальная за 19 99 и за 25 95 29 99 27 50 и так далее. То есть еще с доставкой 5 49 26 98 плюс 6 98 доставка. То есть вы зададите себя вопросом почему вот тут дешевле, да, почему люди будут именно допустим когда продавать за 19 99 а иногда будет и за все там 30 или 40 долларов продаваться этот же продукт. потому что в Амазоне также и на ebay существует специальный алгоритм который меняет вот этих продавцов и здесь все как раз применяется на примере того, что все зависит от вашего рейтинга как продавца то есть наличие звезд, наличие позитивных отзывов о ваших продажах. Чем у вас выше ранг, тем больше у вас звезд, чем больше позитивных отзывов, тем у вас больше вероятность продаж. Ну и конечно же еще одно из главных преимуществ которые Амазон способствует это те люди, которые покупают товар допустим из третьих стран, то есть Китай и Россия и с других стран и поставляют напрямую сразу в Амазон. То есть автоматизированные продажи, которые не требуют вашего участия. То есть вот такие клиенты, которые имеют продавцы имеют возможность приобретать товар и поставлять в Амазон как раз это дело все осуществляет. И вот таким образом иногда смотря, что реально товар 19,99, но иногда продается за 40 и больше, как я показал на собственном примере. И мы даже можем увидеть данный товар, поближе увидите опять эту единицу, я вам могу показать, сколько он стоит реально на допустим Walmart. То есть на Walmart тоже продается за 19,97, но люди отсюда просто копируют, прикопляются к данному продукту и продают как минимум выше 40 долларов за единицу и как вы можете увидеть намного выше. То есть вот это только одна страница здесь 21 плюс 19 это уже все 40 долларов. Если я перейду на следующую страницу, здесь уже как минимум 58 плюс 5 долларов доставка, то есть это уже 40 с лишним долларов, уже 40 долларов и плюс 5 долларов доставка, уже дальше 45 доставка, тут уже все 44,91 и плюс 5 долларов и 8 центов доставка, уже все 50. То есть вот таким образом оно продается и вне зависимости от того, что есть ребят, которые продают намного дешевле за 19, то есть конкуренция здесь роли не играет. Здесь играет алгоритм поощрение технильных продавцов и все зависит от их статуса, то есть сколько звезд, какой он ранг, сколько у него позитивных отзывов. Ну и допустим покажу сколько вот этот товар стоит в Китае, то есть что вы имели представление вот то, что хочет сделать Infinii, то есть свой маркет, закупать товар в третьих странах для того, чтобы реализовать этот продукт наподобие как Walmart, Overstock или ряд других платформ, а потом с помощью нас используя эти же продажи на Амазоне, потому что те, кто поставляет товар на Amazon, есть определенные ограничения по количеству, которые будут именно на Amazon, там 5000 единиц можно на один аккаунт. Я вам покажу, так, это не этот, вот, данная единица товара, я открою ее, в Китае стоит от 30 центов до 65 центов за единицу, то есть если вы приобретаете 5000 единиц, вы можете договориться с этим продавцом 30 до 65 центов. представьте себе, вы даже если 1 доллар, 1 доллар 50 центов потратите за одну единицу, тем, что вы беднее, один и тот же товар, Китая стоит, грубо говоря, это 65 центов, но если поставить за единицу доставки до Соединенных Штатов, это вам может стоить еще 40-50 центов, то есть полтора доллара за единицу, в Walmart продается за 19,97, на Amazon продается это уже за все 40-50 долларов, вы видите, насколько возможность маржинальности здесь очень высокая, то есть выбирая вот такие продукты, поставляя их на свой маркет и давая возможность осуществлять продажи как через Amazon, так и через eBay, дает возможность абсолютно всем людям заработать. И вот первый пример, который вы начнете торговать, это будет Springboard, который вам покажет эту возможность, эту разницу, которую я уже ощутил на себе и все это увидел, как на самом деле работает. Здесь эта тема очень обширная, можно рассказывать часами и часами и непосредственно возможности вот именно инструмента Infinii я в чем увидел? Увидел как раз объединение контроля за наличие товара и контроль за изменение цен, потому что я не хочу пиарить те инструменты, которые я использую, это два разных инструмента, в общей сумме плачу 450 долларов для того, чтобы я реально продавал на Амазоне. Поэтому увидев это в Infinii объединяя в один инструмент общий, вы практически облегчаете себе работу и намного проще становится работать. А если эти ребята уже профессионалы в своем деле и уже много времени, как говорится, уделили этому всему внимания и, как говорится, пробуя все методы ошибок и позитивных таких моментов в этом бизнесе, они уже знают, как это правильно делать, потому что на сегодняшний день каждый пытается усовершенствовать свой инструмент и сделать его на максимально проще, для того, чтобы простой обыватель научился и взял это на вооружение и применил к себе. Я вот в данном проекте в первую очередь смотрю это как возможность, то есть зарабатывать именно сам себе, а уже обучая партнера делать то же самое, я могу получить дополнительное вознаграждение, довольно-таки очень щедрый и, наверное, уже все знакомы с компенсационным планом компании и непосредственно как говорится, начать, попробовать, а дальше уже это по порядку переходить из одного инструмента в другой для того, чтобы все это освоить. Я не знаю, может, у вас есть какие-то вопросы, Алексей, может, у тебя что-то есть, что я могу, так тебя не слышно. Мне очень понравилось, как ты так профессионально показал вообще, куда люди попали в плане того, что дал представление о торговле на Амазоне, на eBay, люди увидели вот эти разницы в ценах, это на самом деле несложно, здесь выбрал товар, туда товар поставил, занес табличку и при условии, что у нас все это будет еще и на автомате через инструмент Infinii, это вообще песня. Я уверен, что есть люди, которые не умеют приглашать и они хотят зарабатывать деньги, для них будет этот инструмент просто волшебной палкой-выручалкой, они смогут зарабатывать дома, там, не знаю, 50, 100, 200 долларов каждый день или больше, в зависимости из того, как они будут вовлечены в этот процесс. И также есть много людей, которые, они не любят сидеть за компьютерами, но они махровые сетевики, они любят создавать большое количество людей. Эти люди найдут здесь огромное приложение своим силам, потому что это как бы надежная точка сборки, то есть надежная платформа для работы. На самом деле там у нас есть кое-какие вопросы относительно платформы Springboard, то есть у нас на сайте в быковсе появилось объявлений, то есть для меня оно, потому что там какие-то термины, которых я не знаю еще, но это новая для меня тоже область. Ты можешь нам немножко помочь, Вань, что вот это зеленое объявление означает, какие три момента там, чуть-чуть расшифровать для людей и убрать вот этот такой, их не чуть-чуть. Да, там все у нас получается, компания уведомила нас, что у нас будет три категории продуктов, то есть три разных вариантов, практически, которые вот я показал сейчас, на моих примерах, то есть первый Infini FBA, то есть это товар, который поставлен именно в Amazon. Там сказано, что они могут загружать каждую неделю определенное количество, то есть от пары сотен до пяти тысяч единиц еженедельно, то есть практически можно это осуществлять даже каждый день. То есть там есть определенные ограничения, на одном аккаунте есть возможность поставить пять тысяч единиц. Для того, чтобы объем товара, который реализуется, допустим, есть продажи таких товаров, которые продаются в день по сто, по двести, по триста единиц в день. для того, чтобы постоянно иметь вот ту рамку тысяч единиц, можно постоянно пополнять, то есть сто, двести, триста единиц упаковывая в специальной коробке, наклеивая специальные этикеты для отправки именно в FBA, как я делал, это отправляется в Amazon и в течение одного максимум двух дней данный товар уже лежит на полке и уже на автомате реализуется. То есть это первый вариант продукта, который у нас будет именно в Infinii, то есть это именно в Amazon и это шлини продаж на автомате. Второй продукт, это будет продукт, который уже имеется от тех илиных поставщиков или, допустим, подобных продавцов, которые имеют уже большое количество товара так же, как на Amazon или на своих складах. То есть этот товар будет тоже реализовываться, тоже как второй вариант, потому что поставщики имеют возможность использовать свой товар также на FBA Amazon и непосредственно дать возможность осуществлять продажи как мне или другому продавцу, то есть через разрешение. И непосредственно товар тоже будет реализован через платформу Infinii. И третий вариант это дропшиппинг, это те товары, которые вот можно брать, как я показывал, в Вармарт, Оверсток, Таргет и ряд других таких ресурсов, на которых миллионы и миллионы товаров, которые маржинальность дохода может быть от 30, 40, 50 или 100% на единицу. То есть это будет реальный дропшиппинг, который, как я на моем примере, сегодня делаю. То есть вот три варианта продуктов, которые у нас будут выставлены в Infinii для того, чтобы начать зарабатывать именно на Springboard. собственно коротко об этом то, что у нас висит. Как тебя не слышно? Это очень классно на самом деле. Стало теперь более понятно вообще все эти функционалы, возможности. Ваня, еще скажи, пожалуйста, вот вопрос такой по поводу Амазона. То есть есть люди говорят, что, например, те, кто живут в России, у них нет возможности открыть себе аккаунт на Амазоне. Ты можешь чуть-чуть прояснить, какая процедура вообще, как это, насколько это нужно прямо делать сейчас, вообще и так далее. Ну, в принципе, для того, чтобы начать работу на Амазоне, вам потребуется в первую очередь это кредитную карту и непосредственно при регистрации как профессионального продавца будет выбор страны. То есть каждый человек может просто набрать Amazon Seller и именно Соединенные Штаты и выбрать регистрацию для того, чтобы регистрироваться. Я знаю точно 100% что есть Россия, есть Украина, есть ряд других стран СНГ, есть вот кроме одной année, Молдова вот пока нету соглашениях, то есть она не присутствует как сторона возможности как, допустим, физических лиц зарегистрироваться именно с Молдовы. Но есть выходы, то есть можно зарегистрироваться в тех или иных странах, как, допустим, с Молдовы ребята могут в Болгарии зарегистрироваться или в Румынии или, допустим, в той же Украине или России, да, то есть имея банковский счет и кредитную карту для того, чтобы осуществлять эту операцию. То есть границ нет. Можно сделать это в любом варианте. И самый главный момент – это как раз регистрация, будет необходима ваша кредитная карта, то есть для подтверждения активации вашего аккаунта. И есть еще один такой момент. Есть 90 дней, которые Amazon берет на проверку вас как продавца. Также существует такое правило и в eBay. То есть вы должны пройти вот эти 90 дней для того, чтобы Amazon или eBay удостоверился, что вы состоятельный продавец, вы всегда отвечаете своим клиентам вовремя, потому что у нас в бэк-офисе есть специальные метрики, которые отвечают за все вот эти моменты. То есть вовремя ответить в течение 24 клиенту. Допустим, отправка вовремя товара за то время, которое вам указано. Предоставление номера, отслеживание товара по доставке товара клиенту. То есть это очень обязательно. И ряд других таких функций, которые вы должны соответствовать. То вот эти все параметры необходимы для того, чтобы вот эти 90 дней вы прошли спокойно. То есть в эти 90 дней, конечно, у вас продаж бурных может не быть по нескольким причинам, потому что вы проходите как раз вот эту проверку. Но когда вы пройдете эти 90 дней, у вас практически автоматом включается вот этот статус. В Амазоне он называется BuyBox. Это целая энциклопедия этой функции. Вы автоматически начинаете конкурировать со всеми теми продавцами, которые я показывал. Вот один товар, но существует десятки или там 20, 30, 40 человек продают один и тот же товар и конкурируют с ними и продавать свой товар. То есть начинать набивать себе рейтинг, получать позитивные отзывы, получать 5 звезд и продвигаться на этом рынке. То есть вот этот момент самый главный. У тех, кто есть, кто имеет кредитную карту, может сейчас уже начать регистрацию, вот эти 90 дней у вас начнут уже истекать и непосредственно вы будете приближаться уже к своим заветным 90 дням, для того, чтобы у вас открылся этот шлюз и продажи взорвали ваш аккаунт, для того, чтобы видеть это реально, чтобы не зависеть от никого. Используя инструменты, допустим, Infinii, вы увидите, что вы сами по себе можете зарабатывать, как минимум, как Алексей сказал, от 50-100 долларов и выше в день и не зависит от никого. Но, соответственно, самое важное – это инструменты, которые дают такую возможность. И постепенное обучение по курсу, переходя из одного статуса в другой, делать апгрейд с 50 долларов, потому что это будет один вид обучения, а переходя на 150 долларов, у вас будет уже дополнительно другие инструменты, которые позволят еще больше, еще усилить свой доход, как именно продавец, и также по сетевому бизнесу у вас будет очень хороший выхлоп. Ну а дальше, перейдя уже на 400, вы уже более профессионально освоите все инструменты, которые будут давать вам возможность делать ежемесячно, как минимум, товарооборотом и 20, и 30, и 40, и 50, и 100 тысяч. То есть вы можете делать свои 100, 200, 300, 400, 500 долларов в день без приглашения. То есть это не беря во внимание именно маркетинговую часть. Но если вы обучаете людей и делаете по этому принципу, то здесь просто вероятно. Настолько все заманчиво и настолько все интересно, что вот я все это время думал, вот эти полгода участвую на вот этих инструментах, которые я использую, что вот как бы это применить в сетевом, потому что я реально видел эту возможность, что здесь реально возможно каждому человеку зарабатывать свою сумму средств, не зависит от никого. Но обучая партнеров, вы начинаете получать еще и по сети, то есть это уникально. И вот, как говорится, всегда надо находиться в нужное место с нужными людьми, и все это, как говорится, случается. Спасибо вам большое. Значит, я еще хотел сказать такой вопрос от себя задать. Вот знаешь, долгосрочность этого бизнеса, вот как ты видишь вообще перспективу долгосрочности этого бизнеса? Это на год, на два, на десять, вообще вот эти знания, вот ты уже варишься в этой сфере. Вот скажи мне, как вот ты оцениваешь перспективу Амазона и вообще всей этой индустрии? Ну, если брать во внимание вот Амазон, конечно, Амазон уже перегнал eBay по объему продаж и клиентов и так далее, то здесь видна тенденция, что это практически идет каждый год просто на удвоение. То есть я когда начал изучать, что такое Амазон, сколько продается, сколько есть клиентов, сколько есть продавцов, какие товары продаются, какие объемы идут на праздники и так далее, то есть меня вот это, конечно, удивило, потому что я как бы никогда не задумался о этих вещах. А когда все это я увидел на практике, у меня вот сразу такое ощущение, вот много у меня ребят спрашивают, а как ты думаешь, сколько вот будет Амазон работ? У меня одно только возникает в голове, я говорю всем, только если доллар рухнет. Другого варианта завалить этот проект просто я не вижу. То есть каждый день, вот люди уже десятилетиями научились, что необходима бытовая какая-то техника, инструменты на кухне, там да даже в гараже или там ты ковыряешься где-то у себя в саду, та же лопата, тот же веник, тот же пылесос, те же, я не знаю, ножницы для гриля, там перчатки для гриля или сам гриль и так далее. Все это продается на Амазоне, а тогда я. Начинает сапог, носков, заканчивая одеждой и всех бытовых нужд. То есть возможности здесь просто колоссальны. То есть я не вижу здесь момент остановки, потому что если я зарабатываю, допустим, 3, 4, 5, 10 тысяч и плачу за инструмент 400 долларов, то как может все это рухнуть? Если только рухнет доллар, вот я так и отвечаю. Я по-другому не вижу. То есть другими словами мы говорим о том, что людям имеет смысл начать в этом разбираться, уделять этому внимание и по-настоящему серьезно на самом деле уделять этому внимание, рассматривать это как новая профессия, новый источник дохода, который будет им приносить деньги из года в год, из года в год. И соответственно вот эта информационная составляющая нашего бизнеса, то есть вот эти видеоуроки, которые есть у нас в быковсе Infinii, они по большому счету точно так же представляют колоссальную ценность. Мне вот Джон, кстати, пару дней назад прислал по скайпу сообщение такое, что партнеры Infinii в среднем в 22 раза успешнее торгуют и больше зарабатывают денег на ebay, и в 28 раз по статистике зарабатывают больше денег на амазоне, чем люди, которые просто какие-то там курсы онлайн делают или сами там копаются, разбираются. Потому что здесь все в одном месте, все профессионально подобрано, и люди сами этим всем занимаются, это не какие-то там учителя, которые ни копейки на этом не заработали. То есть хитаж там летает на своем реактивном самолете, заработал не один десяток миллионов долларов там. Кевин там вообще мега продвинутый тоже человек. То есть вот я именно с этой точки зрения хотел бы. Я бы еще хотел сказать один момент. То есть кто еще не осознал вот этот момент, вот Springboard вообще первый инструмент, который есть, вот даром не сидеть и взять и проплатить свои 50 долларов, потому что сегодня-завтра должны нам уже выставить эти продукты, и вы должны как минимум взять где-то 100-150 долларов, 200 долларов. Сколько у вас есть возможностей для того, чтобы в момент запуска вы выбрали самые выгодные предложения, которые могут ваши средства удвоить? То есть, допустим, единица товара 10 долларов, а вы можете получить сверху еще 10 долларов. Потому что сейчас нас еще не так много людей. Многие как бы вот стоят в таком непонятно подвешенном состоянии и думают, что пойдет, не пойдет. А я могу сказать, что это реально пойдет, потому что это я реально каждый день вижу. И получается на моем примере, я могу сказать, что на Springboard будет возможность быстрое удвоение или утроение своих средств за короткий промежуток времени. То есть тот, кто будет сидеть и думать, может энную сумму потерять, а другие могут выиграть. То есть не ждите этого, что пойдет или не пойдет. Я уверен 100%, что это реально случится. Потому что вот я сам проанализировал несколько десятков продуктов, даже вот с моими несколькими партнерами, в отличие на Амазоне и eBay. То есть какое количество ежемесячно продается, какой объем средств заработано ежемесячно от того или иного товара, который продается. Потому что я могу даже на примере поделиться опять же экраном и показать, как это я, скажем так, смотрел, и чтобы было понятно для других партнеров. Секунду, я сейчас поделюсь. Так. Скажешь, Алексей, если видно. Да, видно, видно. Видно, да? Мы зайдем к нам в бэк-офис и непосредственно вот мы анализируем любой товар, который, допустим, у нас уже были здесь зарезервированы. И я, допустим, вот брал на одном из продукт, который я увидел, конечно, колоссальный объем продаж. И непосредственно, как говорится, чтобы показал вам, в каком количестве он продается. И непосредственно, как вот смотреть на эти или иные товары в объеме торгуется. То есть мы можем посмотреть, вот несколько продуктов вот этих идентичных есть у нас здесь в нашем спрингборде. То есть, как видите, вот этот продукт есть и вот этот. Здесь немного вот эти отличаются, но вот тоже мы можем увидеть цену и непосредственно, насколько цена ниже, допустим, чем реально торгуется на Амазоне. То есть здесь вот этот, 399, а у нас получается, она 182. То есть маржинальность довольно-таки очень большая. Даже сам Infinii заработает еще дополнительно там свои 20-30 долларов на продаже этой единицы. Я просто вот, есть такой инструмент, можно попробовать. Должен показать, какое количество было продано этих единиц за этот месяц. Как мы видим, вот сейчас оно загружается. Сейчас оно загрузится. Вот, допустим, первая единица товара, как мы видим, она 399 долларов. Было продано 472 продажи, вот с Alix. То есть это за месяц. Общий объем средств 188 792 доллара. То есть вот любому такому продукту можем выбрать любой товар и просканировать, и посмотреть, какой объем продаж расширяется в той или иной единице. Я вот брал по примеру довольно-таки очень многих единиц товара и показывал, где они находятся как на Амазоне, так и на eBay. И непосредственно еще один тоже важный момент. Надо учитывать, что любой товар, который торгуется, могут быть по несколько продавцов. То есть это нормально, естественно. Потому что вот если посмотреть, здесь продается тоже за 19, а вот ниже, если посмотрим, уже люди продают 17 продавцов, но уже по 24. Если посмотрите внутри, то уже люди продают не только за 24, а за все 30 и выше. То есть цена однозначно не одна и та же. Как вы видите, вот очень много людей оставляют еще 200 отзывов и 5 звезд. Также мы можем последить, какие звезды были выставлены от 1 до 5. Ну 5 звезды это самые лучшие. 4-3 это нормальные, 2 это нейтрально, 1 это негативно. То есть подобные товары, вот смотрите, за 56 долларов, за 77 долларов. То есть эти все единицы товара продаются. Мы можем взять другой еще любой товар, который реально продается. Как говорится, вот допустим возьмем вот эту игрушку. Павпатрол. Ну тут должно быть таких игрушек очень много. Но это как бы не проблем, потому что игрушки продаются очень сильно. Вот эта же игрушка. То есть она здесь у нас за 13,94. Но здесь смотрите, 152 продавца одной игрушки. Соответственно на второй игрушке за 13,94 и выше 45 продавцов. Ниже, на той же игрушке 23 продавца. Тоже самая игрушка, вот тоже 12 долларов и дальше поднимается цена. Это идет практически по бесконечности, вот за 44 доллара. То есть цена однозначно не одинаковая. То есть продается за любую цену. Можно вообще просканировать, какое количество той или иной единицы, без разницы. Один продавец может прикрепляться к нескольку товара и продавать что здесь, эту же игрушку, что здесь, что ниже. То есть когда вот особенный бренд, допустим, я покупал свой продукт, я делал регистрацию своего бренда на Амазоне, то есть на мой продукт никто не может добавиться. А когда вот такие бренды, которые продаются в разных магазинах, то это есть разрешение продажи, допустим, разных продавцов. Можем видеть, вот допустим, даже первая игрушка за 7,49 продается 1200 единиц на месяц на 9 тысяч долларов. Здесь уже идет по разному количеству, в объеме от 200, 800 единиц, 300 единиц, 500 единиц. То есть здесь продается по абсолютно разным ценам. То есть нет такого, что люди придут и будут смотреть ровно за 7 долларов, что купили. Это самый главный момент, что реально люди продают за дорого, выше. А здесь можно, конечно, смотреть и следить, через что и как продается эта игрушка. Есть много продавцов, которые за 7 долларов продают через Амазон, прямо через ФБА, то есть поставляют товары в Амазон. Вот один, второй продавец, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой. То есть очень много продавцов, потому что игрушка на самом деле очень ходовая. То есть для детей это не жалко денег и люди всегда датят средства. То есть смотрите сколько продавцов. Цена вся меняется, потому что все вот эти со статусом Prime и выставленный товар в Амазоне, они все конкурируют между собой. То есть идет ротация всех продавцов и однозначно кому или иному человеку будет предложено не за 7, а за 10 или за 15 долларов и выше. То есть здесь, как говорится, народу очень много и смотрите сколько их. То есть нужно прикрепляться к любому товару и продавать эту же игрушку. Во-первых, этот товар продвинутый, он находится в топе, в поиске. То есть люди очень часто покупают его. И непосредственно очень много людей не смотрят на цену. То есть стоит 7 долларов или 11 или 15 долларов, они его приобретают. Просто если у людей есть свободное время, то можно вот так любой товар посканировать и найти его себестоимость. Как на, допустим, самом в Китае, за сколько он производится, сколько он продается, допустим, на Walmart, и сколько он продается в итоге на Амазоне. Самое главное, то что мне понравилось, что Infinii хочет практически сделать такой же себе маркет, как Walmart. То есть большое количество товара они уже, покупая это из Китая и выкладывая за минимальную цену, как у нас вот в магазине, допустим, в Infinii стоит, за единиц 58 или там 30 долларов. То есть их маржа уже 30 в плюсе. Взяли за 2, 3, 5 доллара, там уже предлагают за 10, 11 долларов, а на Амазоне продвигаем за реально там 42, 30, 50, 80 долларов, 100 с лишним долларов, 59 долларов, то есть и выше. То есть здесь абсолютно вся цепочка получает эти средства. То есть не будет такой, что кто-то не заработает или кто-то останется в стороне. Так. Обязательно вот такой анализ. Можно делать любого продукта и понимать, как все это работает. Ваня, спасибо большое, это вообще потрясающе. Я вообще просто потрясен от этой информации, это очень интересно. Значит, в принципе, давай тогда как мы сделаем. То есть люди уже сейчас все поняли, что бизнес это серьезный, для многих ты просто открыл глаза и некоторые, знаешь, зарегистрировались, даже вообще не понимали. Знаешь, там все пошли, я пошел, а сейчас они с полной оценкой информации, что это очень круто. Я уверен, что сейчас люди начнут регистрировать. Тогда, может быть, мы сейчас плавно перейдем к объяснению компенсационного плана, насколько удобно здесь людям будет сейчас и комфортно зарабатывать деньги, если ты не заражаешь. И я хочу также сказать, что мы будем людей всех обучать шаг за шагом. На этой неделе у нас сейчас со дня на день появится спрингборд. Я думаю, мы сразу, как только он у нас откроется, мы сразу проведем дополнительное обучение для всех. Я так понимаю, что мы быстро не будем ждать, просто, ребята, держите руку на пульсе. То есть это завтра, послезавтра, прямо в онлайне будем вам это все показывать. Это, в принципе, уже надо делать, потому что, оплатив свой статус, будет необходимо как раз на момент, когда спрингборд появится продукт, это завести свои средства. Допустим, человек заведет 100, 150, 200 долларов для того, чтобы уже начать товарооборот, для того, чтобы свои средства удвоить, утроить за этот месяц. То есть чтобы у человека уже были 50 долларов, допустим, для следующего месяца. И так провернуть несколько раз и показать своим же партнерам, для того, чтобы они тоже это осуществили. А уже постепенно, сразу поняв этот инструмент, можно переходить уже к инструменту, допустим, eBay и Amazon, который уже можно практически даже сегодня уже начинать регистрировать, для того, чтобы эти 90 дней Amazon и eBay проходили вот эту проверку. То есть даже не заметьте, как время пролетит, и вы уже будете на втором, третьем, четвертом инструменте, который будет вам давать возможность увеличивать ваши уже средства, просто их приумножать, даже не беря во внимание структуру. Если это делать шаг за шагом, еще на этом коротком этапе нас мало людей, по спрингборду сейчас выстрелят просто невероятно. То есть будет просто удвоение, утроение денег на ровном месте. Все многие, наверное, еще не догадываются, но я вот могу сказать, что на своем примере, когда я запустил, у меня было вот это ровно изначально вот таким выстрелом. То есть здесь то же самое будет. То есть нет товара, который не продается, то есть абсолютно все продается. То есть вам такое сказать, что ты уже, когда у нас было до обновления спрингборда, ты успел уже купить эти товары, уже успел их запулить. Я так понял? Нет, я только успел, у меня аккаунт был проплачен, и я успел только завести средства, но я не успел зарезервировать товар, его разобрали за пару секунд. Да, у меня такая же ситуация, я положил деньги, я пополнил деньги, чтобы купить продукт, пока я там, значит, заполнял. А товар сейчас, когда запустят, товар будет разбираться просто нереально, потому что если вот зайти на Фейсбуке, там почти 8 тысяч человек. Я вот говорю, я только увидел товар, загрузил все свои данные, забил карту, выбрал 150 долларов и непосредственно сочтил заказ, когда зайти обратно уже зарезервировать, уже все, товар зарезервирован. А расскажи мне, как вот это будет происходить? То есть мы зареверзировали, допустим, мы купили эти кредитные деньги, закинули деньги на счет Infinii, выбрали товар, а дальше что с этим товаром происходит? Там сама компания это продает или как этот товар попадает на Amazon? Те три категории, которые я озвучил, которые у нас в Backoffice сейчас высвечиваются зеленым цветом, то есть будет товар трех категорий, то есть тот, который в FBA поставлен в Amazon, второй вариант – это от разных поставщиков, и третий – это дропшиппинг, как с Walmart, я делаю из ряда других таких ресурсов. И получается, мы будем выбирать тот или иной товар и резервировать его за собой. То есть выбрав там, допустим, на 50 долларов 15 единиц, мы выбираем несколько единиц, там трех товаров, и смотрим по маржинальности, чтобы у нас выхлоп, ну, по мере возможности, чтобы вы успели хотя бы, допустим, если резервируете товар за 10 долларов, чтобы хотя бы получить как минимум 5 долларов и выше маржинальности дохода на данную затрату. То есть если 10 долларов, вам возвращаются эти 10 плюс 5 или до 10 или выше долларов за каждую единицу. Если вы вложили за 15 единиц 10 долларов, это будет 150 долларов, обратно может вернуться в два раза по 150. И вот таким образом ваши средства просто будут дублицироваться на данном инструменте. А уже дальше постепенно перейдем на аккаунт 150, там будет другое обучение, другие инструменты и еще дополнительные возможности, которые в ближайшее время там будут доступны и будем продвигаться. Ну, это очень весело. Ну, да, то есть это классно. А еще скажи, то есть получается для начала для нас там, для чайников, допустим, ну, я никого не хочу обидеть, для меня, например. То есть получается по большому счету нам вообще все равно, что там выбрать из этого спрингборда, да? Какую из этих трех категорий? Я просто смотрю, что на чем больше денег и все. Товар это инфиняйский, чей-то еще, мне вообще по барабану выбрать, что мне нравится, на что денег хватает. Да, да. То есть самый выгодный момент – это смотреть по маржинальности, сколько закладываешь, сколько обратно получаешь. И вот поэтому, но будет расходиться как семечки, как горячие пирожки. То есть это надо быть проплаченным и быть готовым, как только откроется кнопка, сразу завести средства, потому что товар будет расходиться очень быстро. Ну, я знаю, что товар они приготовили, вот на Фейсбуке написали, на 8 миллионов долларов. То есть это очень большой объем разного товара, который большая часть солидная, она будет как раз через ФБА, через Амазон напрямую. То есть это полная автоматизация продаж. То есть какого-либо нашего дополнительного действия нет необходимости. Мы только будем получать извещение о продаже, зачисление средств. Все. То есть от нас не требуются никаких действий на данном этапе, на данном инструменте. То есть это будет самый такой быстрый старт и самый быстрый инструмент для своих, скажем так, удвоения, утроения своих средств. Да, на самом деле, ребята, я хочу с точки зрения бизнеса сказать, знаете, вы, может быть, там слышите какие-то негативы, там в жизни встречаете негатив. Самое правильное решение – это процветать и преуспевать. То есть вам всегда нужно показывать успешность того, чем вы занимаетесь. Тогда никаких вы не будете в свою сторону получать, никаких там нападок. Значит, что мой вам совет какой тогда, ребят? Те из вас, кто зашли на временные аккаунты, делайте быстро апгрейд на 50 или на 150 долларов. Дальше. Те из вас, кто уже на 50 долларов, под вами уже есть структура. Ребят, значит, делайте апгрейд на 150 долларов, чтобы у вас было больше продуктов, больше возможностей, больше инструментов в Infinii. Значит, быстро заполняйте там вот этот опросный лист, чтобы у вас спрингборд был открыт. Пополните деньги на счет туда. То есть, как вот сказал Иван, вы сможете удваивать, утраивать свои денежки. И самое важное – вы получите вот этот успех. Вы будете потом людям говорить, слушай, я никого не приглашал, вот автоматизированная платформа, вот я занес, я купил лицензию за 50 баксов, вот сама система купила товар, я через эту систему купил товар на 150, за пару там сколько-то дней там это все продалось, вот у меня 300. Вот это тема. И вот я это кручу-верчу, и вот у меня уже из этих 150 уже 750, и я вообще никого не приглашаю. Но самый прикол, я тут вчера двух пригласил, они купили лицензию по 50, и мне сейчас компания готова начислить бонус 600 долларов. Понимаете, что это будет сумасшествие? Просто я хотел бы, чтобы вы побыстрее в эту волну вошли, не сидели и смотрели, знаете, как это, а были прямым участником, активным партнером этой всей системы. В принципе, вот так, да, наверное? Ваня, я думаю, тогда… У тебя есть еще что-то такое важное добавить для людей? Ну, я могу сейчас в Амазоне, ну, Айбэ меньше, но на Амазон, как говорится, очень много информации, это практически не озвучить за один день, то есть это очень много всяких интересных вещей, и, во-первых, я могу сказать, что по этапе изучения Амазона вы увидите, насколько это широко, насколько это много. Ребята, у нас Ваня отсоединился, сейчас он обратно зайдет к нам на бродкаст. Вань, может быть, ты в эфире? Да. Насколько это широко, насколько это много возможностей, потому что по мере столкновения с товаром и как он будет реализовываться, и у вас будет уже вырисовываться некая картина, как все это работает, как все это продвигается, какие товары горячие, и как в дальнейшем, допустим, выстраивать свою стратегию для того, чтобы зарабатывать все больше и больше. То есть здесь возможность просто колоссальна. Обсуждать это можно практически днями и часами. То есть это за час не расскажешь и не покажешь все. Потому что очень много инструментов, и это даже на будущее. Каждый человек сможет, используя, допустим, платформу Infinii, поставлять свой, допустим, товар с Китая или с другой страны, где он найдет, как было, к примеру, сказано. То есть можно будет реализовывать через данную платформу, то есть используя как FBA, FBA-площадку Amazon, также Infinii, и непосредственно продвигать свой товар в топ, для того, чтобы он продавался как минимум там. Допустим, я товар, который поставил за 1 доллар 40 центов, за этот товар я продаю 14.99. То есть я чистыми обратно получаю 10 долларов и 8 центов. То представьте себе, если у вас будет 20 продаж, это 200 долларов чистых каждый день. А если у вас 50 продаж, мой конкурент на день продает больше 150 единиц. Это полторы тысячи долларов чистые в день. Но я постепенно передвигаюсь из страницы в страницу для того, что выйти в топ на первой странице, это как по простому принципу. Когда вы идете в Google и вбиваете что-то в поиске, обычно люди так делают в YouTube или в Google, вбивают то, что выходит на первой странице, они то смотрят. Так же и осуществляется продажа, когда люди вбивают в поиск то, что им нужно, что выходит на первой странице, то и продается. То есть здесь не важно, что вы продаете, а важно, чтобы ваш продукт был конкурентен, и чтобы ваш продукт был интересен, и чтобы ваш продукт был на странице номер один. Тогда у вас продажи будут зашкаливать, а это возможности просто колоссальные. Это вообще, здесь это обсуждать куча времени. Ну да, на самом деле так и есть. То есть так и есть. Я же был в центральном офисе Infineye, я общался с Perish, мы делали прямой эфир. И Perish – это человек, который реально зарабатывает 50 тысяч долларов в месяц совершенно спокойно используя эти платформы. Причем у них семейный бюджет, он 50 где-то примерно тысяч долларов в месяц, а его жена отдельно еще 50. Представляете, ребят, в семью миллион 200 заходит в год. Это же вообще нормально. Это только начало, то есть вообще без всякой сетевой составляющей. Что сейчас будет, у нас в бизнес вошли совершенно серьезные люди с опытом работы, построения сетевого бизнеса. Я знаю, некоторые люди уже, ну, по примерным нашим подсчетам, то есть уже очень хорошие деньги заработали даже за эту неделю. Ладно. Иван, давай тогда мы, может быть, уже отпускать людей, потому что мы полтора часа держим внимание людей. Я думаю, что слайды, презентации мы покажем в другой раз, многие их уже видели. Тогда в качестве напутствия мы вам скажем, ребят, не теряйте время, составляйте в списке ваших людей, кто хочет, не приглашая зарабатывать 100, 200, 300 долларов каждый день сидит дома. Наверняка найдутся у вас сетевые партнеры, сетевики, которые хотят зарабатывать еще 2, 3, 5 тысяч долларов каждый день. Подтаскивайте сюда этих людей, помогайте им сделать апгрейд, донесите им до идеи, что есть электронная коммерция, что здесь есть то, чему научиться, это долгосрочный, надежный, большой бизнес, с которым они могут создать себе надежное финансовое будущее. Приглашайте людей, поднимайте свою квалификацию, мы вас будем держать в курсе событий. И из моего такого последнего сообщения, у нас в команде сейчас уже больше 2200 человек, буквально за неделю, то есть просто аншлаг. Ребят, делайте апгрейды, расширяйте свою команду, вы потом скажете спасибо. Официальный старт кампании на русском языке 15 января. К 15 января мы все материалы переведем. Также у нас будет после Нового года обучение людей на русском языке основу, как торговать на Бонанзе через платформу Google. Также мы сейчас уже со следующей недели, вы увидите бонус, то есть вы увидите комиссию в своем бэк-офисе. Многие люди уже начнут зарабатывать деньги, выводить свои комиссии, буквально там, вот как написано, объявление уже. То есть все процессы идут, бизнес рабочий, ребята, поэтому вам очень повезло в самом начале вот этой всей большой движухи, которая сейчас создается. Вань, есть у тебя что-то добавить в заключение, пожелать людям, и тогда мы на этой позитивной ноте будем, ребята, как бы уже отпускать, чтобы они шли уже осваивать эту всю нишу. Ну, единственное мое пожелание – это приготовиться к спрингборду и дать большой старт, который даст большие возможности. А дальше уже сами увидите в технических примерах и изучая этот материал, то есть вы увидите, как сами будете переходить шаг за шагом, используя инструменты и добиваясь самим от результата, даже не зависит от приглашения. Вот это будет, ну, я так говорю, что через полгода многие об этом будут говорить. Ну да, то есть через полгода люди об этом будут говорить, а тех, кто сейчас подключился, их отсюда палкой не выгодишь. То есть они будут уже матерыми. Если они увидят хотя бы 5 продаж в день и получают 100-200 долларов, то это реально, как говорится, от сухи не вытернуть. Да, я думаю, что больше уже они скажут, ребята, нам только это подавайте, мы только это будем развивать. Ну, классно. Классно, Вань, спасибо тебе большое, спасибо, что ты поделился с очень важной информацией. Я представляю, какой сейчас будет ажиотаж после этого бродкаста. Так что, ребята, делайте апгрейд, приглашайте людей. Вань, тогда давай на этом мы будем завершать наш эфир, потому что полтора часа это так же долго. Будем на связи, и как только появится Springboard, мы сделаем еще один бродкаст, мы прям реально вам покажем, куда натыкать кнопки. Все, всем пока. Всем пока, ребят, до встречи. До встречи. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова